История приёмного отделения 1-й городской больницы началась в 1879 году. Тогда из-за зафиксированных случаев ТИФа градоначальство усилило санитарный надзор. Городская больница была расширена, дополнена временным отделением и приёмным покоем. Как и 145 лет назад, главная задача медиков сегодня — оперативно провести диагностические исследования и поставить предварительный диагноз. Для многих севастопольских специалистов эта работа стала частью жизни, которой они посвятили не один десяток лет. Детки подрастали, бывали в садике, не работали, приходилось детей брать с собой на работу. Ну что, ну всем и так, а что делать? Работа очень сложная, я люблю свою работу. Здесь очень тяжёлое, конечно, отделение, много тяжёлых больных поступает. Бывают такие ситуации, когда падение с высоты, ДТП, когда нужна срочно какая-то помощь. Ну, роль медсестры в том, чтобы быстро всё организовать, быстро помочь. Кто, если не мы? Ну вот, была у нас и трудность была, когда людей не хватало, и приходилось и суток в сутки работать. Ну, пришла молодёжь, сейчас обучаю, у нас будет теперь подмога нам. Коллектив приёмного отделения – 77 человек. Каждый из них в случае чрезвычайной ситуации всегда поставит в приоритет жизнь пациента. Случаев очень много, и случаи все очень разные. Даже нам и ребёнок поступал, ДТП, и падение, это всё. Самое такое вот, то, что мы принимали участие в очковке, людей было много. Вот там, да, там мы как-то все сплотились, все заведующие, все врачи, люди приезжали из дома. Это было как вот, вот одна большая семья у нас сплотились, и мы знали каждый, что надо делать. И люди из дома, которые даже не работают, они приехали. Никто не спрашивал, нужна помощь, нужна эта. Такого не было. И поэтому мы очень сплочённо сработали в течение двух часов, у нас больные все были распределены. За сутки через приёмное отделение проходит больше 250 человек. От скорости принятия решения врачом или медсестрой зависят человеческие жизни. Медики рассказывают, думать о собственных эмоциях и чувствах времени нет. Времени нет, потому что первая мысль, то, что приходит, ты должен помочь человеку. Должен оказать помощь. Вовремя вызвать врача. Что-то надо сделать, потому что больные потом и на КТ, и везде обследуются ходят. Но такого бывает и страшно. Не скрою. Бывает и плачешь потом после этого. У меня бывали случаи, что после того, как ты вот это всё делал, потом приходит осознание, что было, тогда мы же люди, можем поплакать. С каждым годом возможности приёмного отделения растут. К круглосуточному дежурству присоединяются узкопрофильные специалисты и диагностические службы. Медики говорят, главная ценность отделения – это не современная техника, а сплочённый коллектив. Знаете, за сутки поступает действительно очень много человек. На протяжении последних, наверное, нескольких месяцев, конечно, коллектив очень устал. Но мы стараемся работать во благо пациента. Мы делаем какие-то тренинги для того, чтобы, может быть, перенаправить свою энергию в другое русло. При этом у нас много задач стоит перед приёмным отделением, как расширение площадей, так и изменение штатного расписания. На сегодняшний день в Севастополе нет больницы скорой помощи. И так или иначе, эту задачу больницы скорой помощи, в частности приёмного отделения, выполняем мы. По словам медиков, каждый год они загадывают одно и то же желание, чтобы каждый пациент, который приезжает к ним в отделение, уехал домой здоровым. Дерек Зюнова, Дмитрий Фомин, Севенформбюро.